Между прочим, на днях стали известны главные номинанты на главную кинопремию мира «Оскар». К сожалению, Андрея Кончаловского не будет. Фильм «Дорогие товарищи» не вошел в шорт-лист. Но фильм посмотреть стоит обязательно, это 100%. Ну, собственно говоря, как и другие фильмы, о которых сегодня будем разговаривать с Андреем Куликом, кинообозревателем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Андрей. Что мы посмотрим сейчас? В прокат выходят два мультфильма. Начнем с «Иностранного». «Айнбо. Сердце Амазонии». Так, давайте смотреть. Тысячи лет связь между природой и людьми была неразрывна. Но теперь темная сила угрожает уничтожить Амазонию. Лишь одной юной девушке суждено противостоять злу. Я Айнбо из Кандама. Это Мау, блин? Это Айнбо. Девочка, которая спасает Амазонию. Вся надежда на женщину. Леса, да, леса Амазонии. Ну, это же легкие планеты, вы знаете, да? Но там и эти, ну как, дикие шахтеры, которые, значит, вырубают леса для того, чтобы добывать полезные ископаемые. И, с одной стороны, вот эта вот современная экологическая тематика. С другой стороны, девочки помогают ее татемные животные. И вот эта вот мистическая составляющая, все эти мифы перуанские, вот, они тут активно задействованы. И это совместное производство Перу и Нидерландов. Два режиссера. Один перуанский, другой, ну, он немец, но он давно живет в Нидерландах. Так. И они вот таким образом через океан вместе делали этот фильм. Очень необычный опыт. И, ну, мне очень, например, интересно посмотреть, что у них получилось. Ну, и это детское кино. Берите детей и узнавайте много нового про Амазонию, про... Чем-то напоминает «Аватар». Конечно. История похожая, но здесь, я думаю, что она рассказана в более простой форме, понятно, для детей. Для детей, да. Да, да. Так что, вот, «Айнбо» – «Сердце Амазонии». Так, пометили. Так, дальше, что у нас на очереди? Какой фильм? Фильм российский. Ганзель, Гретель и... Агентство магии. Агентство магии. Все знают ведь сказку «Братьев Гримм» про Гензель и Гретель. Да. Слышали. Ну, и вот это такая современная версия. Вот, давайте сейчас глянем, как это смотрится. Давай. Короля похитили! Это невозможно! Это была черная магия! Для борьбы с черной магией у нас с вами есть АМБ! Мы проверили всех известных конкурентов. Так. Интригует. Это... АМБ. Что же? Это анимационная компания, Воронежская. Вот у нас в Воронеже развивается анимация бурными темпами. Снежная королева, Снежная королева 2, Снежная королева 3, Снежная королева 4. 4. А тут Гензель, Гретель, агентство магии. И это вот те же самые люди, которые вот Снежную королеву поставили на поток, и они с гордостью говорят, что у них было 57 вариантов сценария. Вот они думали, вот в какую сторону можно повернуть сюжет. И вот 57. Вот мне кажется, что когда 57 вариантов, это значит, нет четкого представления вообще, нет идеи какой-то. И они просто вот туда пойдем, туда пойдем. Нет, пойдем вот туда. Объять, необъятные. Ну, это вот когда пробуют на какую-то роль самых разных актеров, не похожих друг на друга, тогда понимают, что режиссер, в общем, толком не знает, кто ему нужен. И вот методом тыка, а может вот этого попробуем, а вот это вроде тоже хороший актер. А как ты его видишь? Да ты его никак не видишь. Ты пытаешься кого-то подобрать. А актеры ведь надеются, актеры ждут и верят. Да. Воле. Особенно вот эти. Ну вот, я тут ничего особенного не жду, но это вот для детей. Но вы знаете, вот глядя на кадры, хочется отметить, что такое ощущение, что анимация все-таки на уровне. Анимация на уровне. Я просто сомневаюсь, что когда 57 вариантов сценария, это обычно добром не кончается. Увидим, посмотрим, что дальше. Посмотрим, да. Ну и на четвертом канале фильм «На гребне волны». Это уже классика. Фильму 30 лет. И его сняла бывшая жена Джеймса Кэмерона, Кэтрин Биггиллоу. И трудно поверить вообще, что такие жесткие, уверенные мужские фильмы снимает женщина. Повелитель бури, за которую она вот Оскар получила. Это совсем не женское кино, не дамское рукоделие. Это настоящее мужское кино. Давайте смотреть. Ты хочешь их поймать и быть великим героем? Ну а как же? Экс-президенты? Сёрферы. Хочешь сказать, ПБР выкинет бабки на мое обучение сёрфингу? Страх? В общем-то, фильм известный. Я причем его отлично помню. Я смотрел его не один раз. Естественно. Стоит пересмотреть. Да. И Киану Ривз специально для этого фильма научился сёрфингу. Он им никогда не занимался. Ну а тут вот именно банда грабителей, которые увлекаются сёрфингом. И герой Ривза, полицейский, он внедряется в эту банду. В общем, здорово, что есть возможность пересмотреть отличные фильмы. Спасибо вам большое. У нас был Андрей Кулик, Госяк и на обозреватель.